Привет, друзья! Вчера случился один из самых значительных эпик фейлов на моей памяти, потому что я такого еще не припоминаю, а именно, Ирина Гераченко, государственный деятель Украины, сообщила, что Украина, собственно, получила официальный статус аспиранта, страны аспиранта. Да, она об этом написала, снабдила свой статус пафосными фотографиями, себя, конечно же, и девушек, своих коллег. Она написала, что вот они, мол, яструбитцы она их назвала, яструбитцы, в общем, мы продолжаем и все такое прочее. Это, конечно же, подхватили украинские средства массовой информации. Визнание Украины державой аспирантом привитал президент Петро Порошенко. В дописи в фейсбуке глава державы написал, что таким чином НАТО визнало реальный стан отношений Украины и Альянсу. Ну, Порошенко, видите, подхватил, сразу же тоже написал, что всех витаю, витаю, дякую, конечно же, дякую и витаю. Это также тверда позиция поддержки для Украины. Наступная амбиция – план дейшу до членства в НАТО, написал президент. Наступная амбиция. То есть, эту ступень мы прошли. Украина стала страной-аспирантом, это мы уже преодолели. Следующая амбиция – план ПДЧ, короче. Шаг ближе к НАТО. Альянс дал Украине статус страны-аспиранта. Класс. Ну, на самом деле же круто. А я еще думаю, аспирант. Ну, то есть, уже все-таки не лаборант, согласитесь. Лаборант тоже преодолели, да, там, кто там у нас еще есть. Но еще не доцент, не доцент. Петр Порошенко признание Альянса приветствовал и рассказал о следующем шаге. Наша следующая амбиция – план действий по членству НАТО для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо к Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года. То есть, я вот себе это сразу представил. Ну, моментально. То есть, я думаю, иду я по улице, да, идет сосед мой. И такой бьет меня по плечу и говорит, ну, ты такой еще мачо, знаешь. И пошел себе дальше. И забыл сразу же, самое интересное. Две секунды забыл. А я себе такой, он мне уже дал это самое, присвоил официальный статус мачо. Есть, короче. До этого я прошел официальный статус там Паламоя, к примеру, там, а теперь уже мачо. Следующий статус мачо – дель пачо. Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. Североатлантический альянс признал стремление Киева к полноценному членству в этой организации. Но вся фишка в том, что я сам себе присвоил этот статус мачо, потому что его нет. Его нет. Ну, как нет, Толя? Ведь они же все сообщают. Вот эта, кстати, программа сделана для того, чтобы на русском вещать в другие страны. Под это дерьмо выделяются колоссальные деньги. Миллионы. У них просмотров по 200, по 25, к примеру, бывает. Об этом сообщает официальный сайт альянса в разделе о его расширении. Страны-аспиранты могут быть приглашены для участия в разработке плана действий по возможному членству, а также они должны показать готовность исполнять принципы НАТО. Готовность исполнять приказы, самое главное. Страны-аспиранты, видите, даже расписывают. Не просто нам дали статус страны-аспиранта, а расписывают, что предполагает этот статус страны-аспиранта. НАТО включил Украину в перечень стран, которые стремятся стать членами альянса. Об этом сегодня сообщили на сайте организации. Президент Петр Порошенко назвал эту новость долгожданной и заявил, что следующая цель Украины – план действий относительно членства НАТО. Следующая цель – это все-таки стать мачо-дель-пачо. И печатные СМИ тоже все это подхватили. Вот, Ирина Герасченко об этом сообщила. Украина получила статус страны-аспиранта, видите, все, мы теперь страна-аспирант. Украина стала аспирантом НАТО, ТСН сообщает. Страна-аспирант. Украина не намерена останавливаться на статусе страны-аспиранта, потому что лаборантом уже были, а теперь аспиранты, дальше там доценты. Я вам точно говорю, доцентом станем. По-любому. И тут внезапно. Видно, кто-то добрался все-таки до гугл-переводчика. В НАТО официально нет статуса страны-аспиранта. Самое забавное, что та же самая ТСН, которая разместила об этом новость, даже ТСН уже сообщила о том, что, ну как, опозорились, да, можно так сказать. Труднощи перекладу. Публикация на сайті НАТО спричинила конфуз. На сайті Альянсу надрукували реліз, який підтверджує євроатлантичні наміри України. Чимало ЗМІ зрозуміли це так, що Україна стала аспирантом НАТО. Аспирантом стала. Аспирантом. Неправильно перевели, ну как, слово-то, в общем-то, оно так и переводится, стремление, да, но это статус. Страна-аспирант. По моим данным, сильно употребляющая то же самое средство для успокоения, скажем так, которое употребляет и президент Ирина Герасченко, вот, вы понимаете, она же вообще не понимает, что она делает. То есть страна-аспирант, все. А чего ты добивалась, чтобы страна стала страной-аспирантом? Так нет такого статуса страной-аспирант. Это жесть. Навіть чиновники вітали Україну з цим досягненням. Втім, эксперти кажуть, радіти зарано, бо офіційно такого статусу Україні ніхто не надавав. Ой, как грустно стало. А по рубежи написал тоже. Вы понимаете, смотрите, там вице-спикер, спикер, президент. Иногда за комментарием желательно обращаться к специалистам, которые хоть что-то понимают. Экс-директор департамента евроинтеграции Кабмина, дипломат и политолог Василий Филипчук. Вот на кого рассчитана фейковая новость о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта в НАТО? Еще в 2005 году Украина и НАТО начали углубленный диалог относительно стремлений Украины к обретению членства в НАТО. Он именно так официально назывался. О стремлениях. А через три года в заключительном заявлении НАТО в Бухаресте вообще было черным по белому написано «Однажды Украина будет в НАТО». Это значительно серьезное заявление, чем какие-то новые упоминания на сайте НАТО. Да, именно из-за упоминания на сайте НАТО нас упомянули. Вот вся эта движуха и началась. Средства массовой информации начали повторять. Политики. Свій коментар щодо релізу НАТО президент завершив словами «Впевнено, рухаємося вперед». Але в самому альянсі нагадують, ні аспирантство, ані план дій щодо членства не означает, що Україна гарантована станет членом організації. Можно вступить даже туда. Параллельно вступить. Параллельное вступление. НАТО є НАТО, а ми параллельно вступимо сами по себе і все. Знаете, почему так происходит? Происходит вот из-за этого. Потому що в Києві состоялась закрытая встреча блоггерів. Слышали, да? Закрытая встреча блоггерів. Звучит уже смешно, но вот состоялась она. І вот эту фоточку, чему оттуда запостило. Одне украинське издання хорошее поможет мне в це, тому що вони собрали посты цих всіх блоггерів. Блоггерів, які встретились з президентом. Ну а це типо лідери мнений. Але тільки 99,9% цих блоггерів ніколи навіть не слышали о них. Почему? Ну, тому що вот така судьба блоггера, знаєте? Парахоботика. В общем, вони собрали ці все вступления. Тут фішка в чому? Що парахоботы между собою начали ссориться. Ібо вот це фото, яке опубліковав Олешко, він не должен был його опубліковати, тому що у всіх, у цих блоггерів забрали все гаджеты. А він, получается, свій припрятав. І вот здесь вже почався срач. Не нужно врать, мій телефон лежал на столі госохрані все время. А Олена Монова, це 2-й парахобот, йому пишет, Мирослав, іди в жопу. Ніхто не фотографувався, тому що всі знали, що фото не предусмотрено. Ти з трусів випрыгнув, але заселфів себе драгоценно рідом з президентом. Мені все ровно, чей у тебе був телефон, де ти його відкопал. Мені все ровно, мені не все ровно на те, що ти нарушила договоренность. І на цьому все. Ну, тому що у остальних то не получилась фото з президентом, тому одні парахобот і начали мочити інших. Тепер засчитываю то, що написав этот Олежка. Повірте, одной минуты с ним мені хватило, щоб понять, що він знає, що треба робити, і як треба робити, як як треба робити. Якщо ти будеш розказувати, «Нет, треба вот ще так лучше, то получиш такий ответ, який мене устраиває. Так возьми і сделай». Це коли ти плохо учишся в школі, коли ти абсолютно косноязічний кусок говна, то обязательно у тебе твої мысли вот так вот і излагаються, що ніхрена не понять. Але зато ти парахобот! «Силу Порошенко полно, энергії полно, хватит на всех нас вместе. То же самое, когда є крепка семейна поддержка, силы всегда найдуться. Як нашлись, коли він в декабрі був на Майдане, пітаєсь не допустить кровопролития, і був в Кріму, щоб, щоб не допустить аннексії». Лично я считаю, що вже крупним достиженням є то, що парахобот Олежка почав писати слово «чтобы» в місті, а не двумя словами. Следуючий, следующий парахоботик, «Делай, що должен, і будь, що буде». Тут концовка самая интересная. «Его жена Марина хрупкая, застенчивая, красавица. Она тоже была, иногда поддерживала мужа, но більше молчала». Я в конце подошел и спросил ее, «Как вы выдерживаете такую жизнь?» Она ответила, «Что силы придает уверенность, что так правильно, так правильно. Отдыхать за 500 тысяч, это правильно. Выдумывать схемы Соболэнерго, это правильно. Мутить Роттердам плюс, это правильно. Все это правильно. За Украину порвет, за армию порвет, за патрульную полицию порвет. Он не носит розовых очков и не позволит дестабилизировать ситуацию. В Украине у президента отменное чувство юмора. Откровенно говоря, я первый раз видел такого Порошенко. И намека не было на возможную заносчивость, как политика, и дистанцию президента-электорат. Словно это была беседа старых друзей, которые видятся еженедельно. Вот и сегодня собрались обсудить перипетии минувшего футбольного матча. О боже, он был в свитере, он был в туфлях. Они все это описывают, вы знаете, живописуют вот это вот. Живописяют. Жена, его надежный тыл. Он этого не сказал, но я не вчера родился. Президент иногда тонко шутил, обращаясь к Марине Анатольевне. Я почему-то вспомнил фильм «Темные времена», а именно споры и просто беседы Черчилля со своей супругой. Я не провожу параллели между этими политиками. Хотя нет, все же провожу. Все же проводит. Отменный стратег. Отменный стратег. Он хорошо видит всю шахматную партию. Не думайте, что он просто... Что он просто. Я когда-то писал, что Порошенко у меня ассоциируется с огромным паровозом, который если наберет скорость, то остановить его могут только взорванные впереди рельсы. Взорванные пердаки парохоботов, которые уже ссорятся из-за того, что один запостил селфи с президентом, а у остальных не получилось. А ведь это укрепляет рейтинг парохобота. Вы понимаете, какого уровня днище? Какого уровня там вообще мозги у этого президента? Я не знаю, а может быть они последние пару лет заточены только на воровство. Может быть последние пару лет наложили какой-то отпечаток на его мировосприятие. Но ведь над этим ржут все. Ведь ни один здравомыслящий человек, ну кроме вот этих вот пригнанных туда ботов, да, и полностью уже отбитых каких-то идиотов, не воспримет это как что-то нормальное. Порошенко собирает парохоботов. Поэтому отупение очень заметно. Поэтому случаются вот такие со страной-аспирантом и до этого случались и будут случаться. Сколько уже было такого? Он не замечает этого? Наверное, нет. Почему? Не знаю. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Аспирант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова